Господа, дамы, привет! Первый взгляд на магазин Рустор. Сейчас мы его заценим. Вот на этом телефоне, это я у коллеги взял. Без разницы, это кто у нас. Самсунг, наверное, какой-то по-любому. У мастера Самсунг-то по-любому должен быть Самсунг, но это не точно. Итак, мы переходим на рабочий стол. Я для вас приготовил официальный сайт Рустора. Вот так вот он выглядит. Мы жмем «Скачать файл». Да, что это? С9. Так мы выяснили, что это С9. С9. Скачиваем АПК Рустор и посмотрим сайт, потом перейдем на телефон. Потому что это же самое приложение можно найти из телефона. Значит, что нас здесь рекомендует? Установка неизвестных источников. Ништяк. Мы о ней сейчас поговорим отдельно. Нам нужно выяснить, не является ли это просто приложение неким файловым хранилищем, файловым хранилищем, сборником АПК файлов. Ничего нового. ВК. Это главное. Значит, пока мы... Давайте скинем приложение на телефон. Если мы поступим... Если мы будем это делать с компьютера. Потому что это же все самое можно сделать из телефона. Разрешить. Так, разрешаем на телефоне доступ к файлам. Прямо во внутреннюю память телефона кидаем файл. Значит, почему я сделал акцент на ВКшечке? Почему я сделал акцент на том, что именно ВК сделал это приложение? А мне интересна история. Это прежде всего в том, что вот была история с наш стор, где мы тоже делали первый, так сказать, взгляд на приложение. И там я сказал. Я думал, что это то приложение от ВК, но оказывается, что нет. Значит, мне интересно прежде всего потому, что у ВК... ВК... Это... ВК для нас. Это наше будущее. Наша данность. Установочный... Да, память устройств. Прямо в корне найдем. Окей. Устанавливаем. Можно сделать то же самое, только перейдя по ссылке в... Так, если, кстати, спрашивают неизвестные источники... Да. Переходим в следующее окно и подтверждаем, что мы хотим установить известных источников. ВК это наше будущее, наша платежная система, наша соцсеть, наш главный сайт по поиску работы. Возможно, скорее всего, сайт, в котором будет какая-то интеграция с госслугами и так далее. Это некий российский WeChat. Не постесняюсь столь громкого замечания. Поэтому приложение от ВК меня интересует на самом деле больше. С наш стор, можете посмотреть ролик на канале. Я там высказался, что я с тем же успехом все это же самое скачаю из 4 ПДА. Подозрительно долго ставится. Подозрительно не бежит по ОСК. Интересно, если я сверну. Так, мы жмем готово. Я ее не буду открывать. Так, это новостные выпуски. Теперь я знаю, что постоянно у него пиликает каждые 3 секунды. Так, какой-нибудь браузер. Можно мне какой-нибудь браузер? Интернет. Я просто не знаю, каким он пользуется. Но этот он явно не открывал ни разу. Не сейчас. Так, давай. Мы перейдем сюда. Ru. Store. Ru. Это если кто-то с телефона лезет. Жмем скачать. Скачать файл. Мы делаем то же самое. Жмем загрузить. И также точно устанавливаем, как устанавливал его я. Теперь найдем его приложение в списке всех приложений. Магазин. Так, почему еще я за ВК так топлю? Хоть у меня нет там монетизации. К большому сожалению, ВК у меня там нет до сих пор монетизации в нашем паблике на 13 тысяч человек. Значит, почему так топлю? Потому что есть предположение, что вот это приложение RuStore, в отличие от наш Store, будет предустановлено. Знаете же, что есть куча приложений, которые самостоятельно встраиваются в прошивку. Ну, не самостоятельно, вручную, так скажем, встраиваются в прошивку. И потом, когда ты либо покупаешь телефон какой-то, условно, пусть будет это BQ, и он у тебя будет предустановленным. Либо сбрасываешь телефон, прошиваешь или новый, настраивающий тебе при первом включении. А вот вам список обязательных российских приложений. Но больше мне интересно, если производитель встроит в прошивку его, может быть, нам не придется соглашаться с установкой из неизвестных источников. Итак, в прошлый раз мы искали Сбербанк. Здесь Сбербанк прямо на самой главной странице. Обновлять не будем, ничего трогать не будем, просто посмотрим. Дальше, ВТБ онлайн и так далее. И почему опять, почему ВК не первым, кстати, и почему опять этот топ, как-то анимация непривычна, вообще по-жёсткому непривычна. Где плавность, господи, так ладно, мечта эпилепсика. Это, почему я опять же топил за ВК и за всё остальное, наш торм. И помните, мы там то одно не найдём, то другое, потом со временем добавится и так далее. Здесь обратите внимание, они сделали работу над ошибками. Понятно, что не мои ролики, но подобных, ну просто лидеров мнений с этой историей, они посмотрели, чего им не хватает, или чего не хватает простым людям, может быть, опросили и положили все эти приложения сюда. И ВТБ, и этот. А знаете что? Давайте найдём здесь открытие. Открытие инвестиций. Вот, не знаю, это банк открытие или отдельное приложение инвестиций. И это совсем хулиганство, наверняка его здесь не будет. Споти. Ну, Spotify. Ясно. Можно дальше не смотреть. Вот такой мини-обзорчик был на приложение RUSTOR от ВК. Ещё раз напомню, что хотите вы не хотите, нравится не нравится, будет у нас это приложение и будет приложение от ВК на новых телефонах. Также я напомню, что от Apps Gallery всё продолжает работать. В Samsung некоторых остались в Samsung магазине приложения. Ну, и ещё напомню, что всё это прекрасно можно взять на 4 ПДА, просто это гораздо сложнее. Для простых людей, никогда не имеющих отношения к какой-то технике, гаджетам, это большая сложность. Подобные приложения это устраняют. Смотрите внимательно, откуда вы скачиваете АПКшки. Пишите, что вы думаете насчёт этого магазина в комментариях. Это был первый взгляд на второй уже за последние две недели в магазин под названием RUSTOR. Но я вангую, что RUSTOR будет самой крупной, наверное, самой шикарной заменой остальным магазинам, если можно так выразиться. До новых встреч в ВК Телега внизу в описании. Не забудьте поставить лайк под видео. Увидимся в одном из следующих роликов.